Из нашего города ушли на фронт 4,5 тысячи человек. Из них более половины погибло. Наши Ивантьевцы воевали на всех фронтах. Великое отечество войны. У нас в городе жили, родились или жили после войны пять героев Советского Союза военного времени. Прежде всего, вы знаете Басов, Толмачев, Смирнов, Клавдий Константинович, Прокудин, знаменитый штурман дальней авиации, Цыганов. Это известнейшие люди и герои Советского Союза давали только за особые подвиги. Танк Толмачева первым стал штурмовать в Прибалтике очень опасную реку. Стояло две танковых армии друг напротив друга. Советская танковая армия на противоположном берегу немецкая. И никто не решался первым пойти по этому дну, штурмовать, идти через эту реку. Танк Толмачева без приказа первым вырвался и стал эту речку форсировать. Он погиб в этом бою. Но вы знаете, кто начинает бой, тот чаще всего его выигрывает. За ним пошла вся наша танковая армия и буквально смяли противника на противоположном берегу. Смирнов, Клавдий Константинович, погиб в Донбассе, защищая Донбасс, тоже совершил подвиг. Цыганов получил звание Героя Советского Союза за подвиг на территории Чехословакии. Все были в шоке. Горел танк. Из горелшей танка шла по-прежнему пулеметная пальба. Все думали, что заклинило орудие. Но когда наши войска подошли ближе, оказалось, ослепший, полусожженный солдат продолжал воевать. Вот за это он получил звание Героя Советского Союза, вернулся с войны и еще жил в нашем городе. Прокудин Алексей Николаевич, знаменитейший штурман дальней авиации, возвращался из боя на самолете, как решето. Он был человек не только редкого мастерства, но и редкого везения. И его экипаж ни разу не погиб. Хотя самолет часто был просто продырявлен, как решето. Жил он на детской. И не захотел, чтобы улицу назвали, улица Прокудина. Он сказал, что я все сделал для победы. Назовите эту улицу, улица Победы. Вот в память о нем и называется эта улица, улица Победы. Есть у нас небольшая улочка Басова, знаменитого артиллериста, тоже замечательного человека, его расчет уничтожил не один немецкий танк и спас таким образом множество человеческой жизни, множество селений и городов. Поэтому, я считаю, наш зал, посвященный Великой Отечественной войне, включает в себя самые ценные экспонаты музея.